День 7 ноября, красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, самые лучшие на свете зрители. Сегодня 7 ноября, но, как видите, о празднике ничто не напоминает. А тех, кто о нем еще помнит, я хочу с ним и поздравить. Ну, вот я вошла в метро Паркультуры и спешу навстречу с продавцом Савита. Меня ждут новые интересные покупки. Ну вот, все, я уже все купила и иду домой. Сейчас вам буду все в подробностях показывать. Перед вами первая покупка, о которой я так давно мечтала. Сделана она в Дулеве. Вы помните, что политика предприятия Кузнецова в свое время утвердила два основных направления производства фарфора. Первое – это народные трактирные полюбившиеся агашки. Они стоили дешево и назначались для самого широкого круга покупателей. И второе – аристократическое. Сервизы изысканного стиля, сделанные по европейским канонам, государственной символикой, классическими линиями с позолотой. Но поскольку в Дулево сырье было только высшего сорта, а технологии для того времени передовые, мастера получали тончайший белоснежный фарфор. И продукция этих двух направлений ничем не отличалась одна от другой. Современные технологии позволяют обойтись без кисточки и красок, используя переводные картинки. Но агашки не переведешь, душу не наклеишь. Поэтому я решила собирать посуду с агашками. Помните мое видео, снятое на даче, где я мечтала о чайнике подобном из тонкого белоснежного, почти прозрачного костяного фарфора Дулева с изящной росписью букетами пионов и позолотой из сервиза пионы. Оказалось, что подобную посуду фарфоровую с агашками выпускали и в песочном. И я купила себе такую чайную пару Дулева, 91-й год. Но есть еще вариант. Вместо этого чайника поставить другой. Как вам такое преображение? Все-таки я склоняюсь к тому, что надо мне купить чайник вот все-таки с такими агашками замечательными. А уж дулевский он будет или с песочного. Декрасная детьми чайпики. Давайте повнимательнее рассмотрим салфеточку, которую я купила в Ялте. Посмотрите, как красиво вышивка. Такие замечательные фиалочки. И кружева пришитая. Вот так. Да, чайная пара вы видели, и тройку. Сахарница тоже. А вот этот вот чайник, это моя новая покупка. Тоже на ножках. Такой интересный. Ну, мне кажется, покупка интересная вообще. Последнее время, кроме скатерти, очень люблю еще металл. К сожалению, он без крышечки. Но я решила его обязательно купить и использовать для цветов. Тем более, он стоил не так дорого. Это, я не знаю, насколько это антиквариат, не антиквариат, но его купили на блошином рынке, когда хозяйка, когда была, по-моему, в Таиланде, если я не ошибаюсь. Надеюсь, она смотрит. А эта замечательная кружка прибыла из Баварии. Замечательное рельефное изображение троих мужчин в погребке с кружками доброго немецкого пива. Вверху кружки хорошо видны, видна жерель из кружек пива. Если присмотреться, то можно рассмотреть даже одежду этих любителей пива. Справа от своих благодушных приятелей, по всей видимости, изображен философ, мыслитель, который читает в книжечке своим друзьям какие-то изречения. А вы знаете, что хмель и солод, дай нам Боже! Это любимое изречение в Баварии. Вывески излюбленных в Германии пивных под открытым небом нередко украшены пушистыми шишками хмеля. И вовсе не случайно. В легендарном законе о чистоте пива, действующем в Баварии аж с 1516 года, четко значилось, что пиво разрешается варить лишь из ячменя, хмеля и воды. Позднее к ним прибавились солод и дрожжи. Ну, я очень довольна, очень довольна своими покупками. Ну, вот, скажите, какие замечательные покупки. Напишите, понравилось ли вам что-то, заинтересовало ли вас. Буду очень ждать. Обнимаю, мои дорогие, целую. Всего вам самого хорошего. Самое главное – здоровья. Ну, и удачи во всех ваших делах и начинаниях. До встречи. И чтобы неделя у вас была очень хорошая. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok